Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро всем, кто нас слушает, кто сейчас к нам подключился, кто продолжает слушать. Мы в первой части «Утро на Болткоме» начали говорить о первом сентября, о дне знаний, о наших воспоминаниях какие-то прозвучали, о том, что с нами происходило в школе, чем нам заполнилась школа. А сейчас мы продолжаем тему. Только сейчас у нас программа «Личное утро на Болткоме». Ведут ее Ольга Авдевич. Снова здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья сегодня известный в Латвии человек Ирина Яцкив. Она профессор, председатель правления Института транспорта и связи и проректор по науке этого института. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Вы вас оторвали от учебных процессов, которые, наверное, сейчас уже так очень остро стоят. Они готовятся. Готовятся. Вас еще не было первого сентября? У нас с 7 сентября начинают учиться старшекурсники, а 14 сентября первый курс. В этом году немножко позже. Мы знаем, из-за чего дипломы выдали позже, немножко в этом году школьные. Ну, мы сегодня хотим с вами поговорить немножко и о проблемах образования высшего в нашей стране, и о плюсах, и о минусах, о том, что происходит сегодня. Будет, наверное, всем очень интересно. Но начнем все-таки с первого дня знаний. Давайте вспомним. Мы вот в предыдущий час вспоминали с радиослушателями, что для нас 1 сентября было, как мы запомнили этот день, чем у вас, ваша личная первая сентября, самая первая сентября. Ну, во-первых, они всегда были очень радостные. Я не знаю, это для меня действительно такой праздник, потому что, ну, моя семья вся практически связана со школой, и у меня мама очень известный учитель. И для нас 1 сентября это всегда был в доме праздник. Давайте назовем вашу маму тогда. Мама очень известный физик Камкина Галина Ивановна. У нас огромное количество совершенно замечательных людей. Ей его, я считаю, выращено. И я благодарна им за то, что, ну, вот она у меня уже, конечно, не молодой человек, да, но очень энергичная и позитивная. И они все до сих пор ее поддерживают, приезжают в гости. Вот это, наверное, самое ценное, что есть у любого учителя. И сейчас приезжают? Да, да, самое ценное, что у нас, мы смеемся, у нас 13 июля, это всегда самый важный день в году. У мамы день рождения, и обязательно приедут гости ее ученики, обязательно. День приема, да? Да, мы все готовимся. Мама каждый раз говорит, нет, нет, больше никаких дней рождений. Но за два месяца начинает. Ир, ну, вот уже звонила вот Лилечка. А вот уже звонила. Я говорю, мам, ну, конечно, ну, конечно. Ну, давайте вот сейчас воспользуемся возможностью, поздравим вашу маму. Да, да. Вот мама учительница и мама физик, преподаватель физики. Это повлияло как-то на вас, что вы выбрали педагогическую деятельность, и вы же не в лирике пошли, а в физике? Да, да, ой, спасибо за этот вопрос. На самом деле это очень интересный вопрос. Я никогда не любила физику. Слишком много физики было. Потому что я была вот дочкой учительницы и всегда стеснялась к маме подойти и дома спросить, что мне непонятно. Мне всегда надо было разобраться в этом самой. Но я всегда любила математику. У нас были совершенно потрясающие учителя математики. У нас вообще была потрясающая школа. Я безумно благодарна своей школе, 23-й средней школе. И, кстати... 23-й средней школе. Это великая школа, я считаю, рижская. И вы знаете, мы приехали в Ригу в 70-м году с моими родителями. И вот 50 лет назад я пошла в 4-й класс этой школы. Да, вот я ехала и думала, что 50 лет назад я пошла именно в эту школу первый раз. Абсолютно необыкновенный класс, необыкновенные учителя. А мне кажется, что мы всё время забываем, что ведь образование, оно не одностороннее. Оно идёт не только от учителей. Оно очень важно ещё в двух других плоскостях. Ученик ученику и ученик учителю. Слушает ли учитель то, что говорит ученик, его фидбэк, как мы говорим сейчас. И вот мне кажется, что в нашей школе это всё было. То есть и учителя слышали нас. И у нас были очень интересные друзья-одноклассники, которые обогащали друг друга вот этими ценностями, которые только в детстве могут привиться. Это коммуникация, это общение друг между другом. Самые близкие друзья в жизни много появляется, но они всегда со школы. Они всегда со школы. Вот такая замечательная школа взрастила целого проректора по науке. Очень перспективного института. Ирина, а другие 1 сентября, вот уже в качестве родителя и так далее? Конечно, в качестве родителя, сына, и это трепетно. Это действительно смотришь и внутри что-то дрожит ещё больше, чем когда шёл сам. А в какую школу у вас? Он пошёл в 80-ю школу, мы жили в Пурции, и мы решили на семейном совете, что первые три года очень зависят не сколько от школы, сколько от учителя. И там был очень хороший учитель, который брал этот класс первый, и мы с удовольствием отдали ребёнка в эту школу, и я нисколько не жалею. Да, сын, я считаю, что очень хороший человек, и школа много сделала для него. А самое трепетное 1 сентября у меня было в прошлом году, когда я провожала своего любимого внука в первый класс. Как вам повезло, что не в этом году он пошёл в первый класс? Да, в этом году он пошёл во второй класс. Вот, и вы знаете, и было ещё более трепетно. И самое интересное, что я там встретила своих студентов, которые вели своих детей, и у меня было ощущение того, что школа – это именно там, где идёт связь поколений. Как важно, чтобы школа была тёплой, светлой, тёплой во всех смыслах, светлой, и давала самое главное детям – это ощущение их важности в жизни, ощущение того, что они кому-то нужны, что они могут. А теперь давайте вернёмся к 1 сентября в ВУЗе. Вот вы, как руководитель ВУЗа, очень непростой год. То есть сразу несколько вызовов. Первое – это то, что очень обсуждалось в обществе, это вопрос с латышским языком, да, что ВУЗы должны перейти исключительно на латышский. Потом случилась пандемия, коронавирус, онлайн-обучение. Вот как вы в вашем ВУЗе справляетесь с этими вызовами? Что придумали? Да, вы знаете, говорят, что у нас последние два года сплошные вызовы у всех, да. Ну, мы помним, прошлый год – это закон о языке, в этом году пандемия, да. Но, наверное, это и какая-то возможность сгруппироваться и сделать то, на что не хватает иногда времени в текучке будней постоянных. В прошлом году мы сделали всё, институт, и я благодарна всем коллегам, это важный такой совместный шаг, что мы решили для себя, да. Мы понимаем, в какой стране мы живём, мы понимаем, что мы должны действовать согласно закону, но мы понимаем, что техническое образование – это прежде всего образование с первоисточниками на английском языке. Авиация, информационные технологии, электроника, робототехника – всё сегодня во многом имеет первый язык английский, поэтому мы для себя приняли решение программы реализовывать на двух языках, все программы, и у нас очень много и новых преподавателей появилось, и наши преподаватели… На двух языках – на латышском и на английском. А английский разрешён в конечном итоге? Ну, если у вас в группе иностранные студенты, да, а у нас есть иностранные студенты, и разные иностранные студенты из 32 стран, то мы имеем право преподавать на английском языке. Да, мы им тоже читаем в факультативе латышский язык, мы даём им элементы истории и культуры Латвии, да, но мы даём им, так скажем, образование на английском языке. И сейчас, я вот просто услышала цифру, 32 страны… У нас из 32 стран студенты, да, конечно, ряд из них по разуму с программам обменным, но всё равно очень много студентов, которые целенаправленно выбирают наш институт. И в этом году мы видим тенденцию, появились студенты из Белоруссии, у нас раньше не было студентов из Белоруссии, да, увеличивается количество студентов из Украины, чуть хуже Казахстан, Узбекистан, потому что трудности с тем, как они доберутся до нас, и трудность экономическая в этих странах, давайте скажем. Но это те страны, которые раньше могли обучаться на русском языке, да? Да, да, Россия, конечно, да, у нас очень хорошее отношение с Магаданом, с Якутском, да, потому что, ну, это традиционно, Аркияга, мы же все на, так скажем, обломках Аркияга, вот возникли очень много связей таких, мы вот праздновали 100-летие в прошлом году. Вот давайте вот чуть-чуть здесь, может быть, остановимся подробнее. То есть, напоминаем, что Институт транспорта и связи, ТСАИ, да, Транспортон Сакару Институтс, он хранит традиции знаменитого Аркияга, да, и предшественника, наверное, еще. Совершенно верно, да, вы знаете, я всегда говорю, что история, она всегда имеет несколько сторон, да, и для нас Аркияга – это большая радость, иногда нам очень трудно с этим прошлым. Почему это для нас большая радость? Потому что мы знали вуз в лучшем его проявлении, когда это не только блестящие преподаватели, учеба, прекрасные лаборатории, но и очень много вне студенческой жизни, которая обогащает любого человека и делает вот эту дружбу на всю жизнь. Знаменитый КВН. Совершенно верно, STEM, КВН, Весны, когда невозможно было попасть. Суденческая строительная отряда, потрясающая. Да, потрясающая, да, и это вот то, что сделало очень многих очень известными людьми за такую закалку, знаете, у людей воспитала. Ну вот сейчас, да, у нас даже в обществе посмотреть, вы откуда, вы откуда, и они называют. Да, очень многие, да. Но мы знаем, какие были политические катаклизмы в 90-е годы, и как трудно относились, так скажем, это слово к русскому языку, а все-таки в ВУЗе очень много было представителей бывших республик Союза, и русский язык, конечно, был основным языком, и его закрыли в 99-м году. Ну и так, скажем, делали все, чтобы все забыли славное прошлое, говоря только о плохих вещах, да, там, о проблемах последних лет и так далее, и так далее. Но вы понимаете, что было всегда в этом ВУЗе, это прекрасное классическое университетское техническое образование. Причем, пусть не обижаются мои коллеги с экономического факультета, у них тоже был налет такой сильных инженерных моментов, да, они все-таки были транспортные экономисты, они очень хорошо понимали отрасли, да. И когда ВУЗа не стало, в 99-м году за две недели два человека, я не побоюсь этого слова, два великих человека для нашего института, это профессор Кабашкин Игорь Владимирович, дай бог ему еще долгих лет жизни, он с нами, он читает лекции, наш председатель Сената, и второй человек, который, к сожалению, ушел из жизни, наш первый ректор, совершенно уникальный человек, профессор Евгений Александрович Копытов, они за две недели подали документы и сделали частный ВУЗ. И мы 6 сентября открылись. У нас 6 сентября праздник. Это день рождения нашего частного института, института транспорта и связи. Мы вас поздравляем. Да, нам в этом году 21. Вот так вы, по всем мы. 6 сентября, да, прекрасное, как сказать, удачное число, годовщина, это первое. И, конечно, вот этот год мы очень надеялись после 20-летия юбилейного, мы отпраздновали, мы набрали столько же студентов в прошлом году, сколько выпустили. Это очень хорошо, сложный год, да. И пандемия, и пандемия, что делать. Что мы сделали? На самом деле мы зимой очень серьезно работали с английскими партнерами, с английской консалтинговой компанией, с английскими университетами. И встречались с более чем 10-ю английскими университетами на предмет выбора стратегического партнера. Так как мы пошли в международное образование, чем и славен был РКИГА когда-то, то мы поняли, что нам надо взять планку, лучшую планку с точки зрения качества образования иностранных студентов. Об этом думает, кстати, министерство. Они беспокоятся об этом, ну, так скажем, своеобразно беспокоятся. Но мы решили посмотреть на тех, кто в топе. А в топе английские вузы с точки зрения, ну, извините за слово, обслуживания иностранных студентов. Потому что сегодня мы говорим слово «сервис» для студентов должен быть максимально хороший, чтобы они легко адаптировались здесь, культурно адаптировались, морально адаптировались, адаптировались легко, так скажем, ориентировались в инфраструктуре во всем и тратили свое основное время на обучение. Англичане в этом преуспели. Мы встречались еще раз осенью с очень многими университетами, они приезжали к нам в гости. Потом мы выбрали три университета, поехали к ним в гости в Англию. И в результате этого сложился альянс. Сложился альянс с университетом города Бристоль, университет УВИ, это Вест-Ингленд, университет, который… Почему он сложился? Потому что, во-первых, он полностью близок к нам по своим программам. У них такие же программы, как у нас. Это информационные технологии, это авиация, это робототехника, это транспортные науки, это менеджмент, но менеджмент с налетом, авиационный менеджмент, транспортный менеджмент и так далее. И посмотрев и почувствовав людей, еще очень важно, знаете, увидеть эту искру в том, кто хочет с тобой сотрудничать. Мы поняли, что и для них мы тоже важны. Они увидели что-то в нас, что не увидели в других. Как они сказали, после валидации наших программ и нашего ВУЗа, которую мы сделали не за 10 месяцев, как обычно делают англичане, а за 4 месяца, и это благодаря пандемии, мы были сосредоточены на этом. Плюс есть, есть небольшой плюс. Это практически такой волшебный пинок, да, получился, который привел к такому замечательному решению. Абсолютно верно. Иногда кризис должен дать нам по голове, чтобы мы сделали то, на что нам иногда не хватает времени в текучке. И они нас валидировали как партнеров, это дорогого стоит. То есть теперь они говорят, любой факультет, любая программа, welcome, давайте думать о double degree, о каких-то обменах, о общих проектах, потому что мы видим вас в силу как партнера. То есть возможности новые появились по студентам. Что они отметили? А, вы прозрачны, это важно. Вы гибки. Вы понимаете, что вы хотите, у вас есть четкая стратегия. И вы слышите других, когда разговариваете, да, и у вас есть традиции, которые нам понятны, тоже очень, так скажем, близки, поэтому давайте дружить. То есть база, все-таки база, она перешла еще от турки, горки. Совершенно верно. И это спасибо нашим вот тем профессорам, которые чутко знали, что такое академический состав, что такое академический дух, что такое классический университет. И мы никогда не отпускали науку. Да, вы видели, что я проректор по науке. У нас наука, это была неотъемлемая часть нашего частного вуза, начиная с первого года. Вот это абсолютно нетипично для латвийских частных высших школ. Они многие прекрасные, я уважаю всех своих коллег, но они шли от другого, они шли больше от бизнеса. Кто-то шел от бизнеса, связанного с курсами, кто-то шел от повышения квалификации. Но от классического университета шли только мы. И это и плюс, и минус. Может быть, иногда нам было, мы цеплялись иногда, может, где-то за прошлое, за такие традиции, но в них тоже сила. Но это позволено нам сохранить и усилить техническое образование. Посмотрите на другие частные вузы, ни у кого нет технического образования. То есть у вас сейчас можно получить диплом английского вуза? Да, да, совершенно верно. И что теперь мы предлагаем? С 1 сентября, вот сейчас идет набор на Double Degree, студент учится у нас, и его оценки верифицируются в обоих вузах. То есть англичане смотрят его успехи, смотрят то, как мы их учим, контролируют результаты, и он включен в базу данных их студентов. То есть он, так скажем, под их колпаком тоже. Они приезжают к нам на открытые лекции, они обучают наших преподавателей, мы разрабатываем общие материалы методические для курсов, и в результате по истечению 4 лет студент получает 2 диплома. Он может ни разу не выезжать в Англию. Это, кстати, отличие от других Double Degree, которые есть в Латвии. Если посмотреть по другим вузам, они тоже некоторые предлагают Double Degree, но при этом вы как минимум на год должны приехать в другой вуз, в Америку. Сколько вы там оставите за этот год? И не факт, что вы вернетесь обратно. Я считаю, что мы делаем большое дело для Латвии, как для страны, оставляя умных детей здесь. Поверьте мне, кто уехал в Англию учиться, вряд ли вернется потом сюда. Скажите, а в связи с вот этой историей с Брекситом, английское образование каким образом? Изменится, оно прежде всего станет менее доступным для нас, как для жителей Евросоюза. И это уже объявили, что следующего года стоимость обучения в Англии для жителей Евросоюза будет составлять точно такую же стоимость, как для всех других 27, 28, 29 тысяч фунтов в год. Вы понимаете? То есть это возможность, которая была достаточно демократичной, она сейчас будет прикрыта. А мы предлагаем свою программу за приемлемую сумму 7 тысяч евро. И это программа двух вузов. Это же несравнимо. Более того, родители не боятся, не отпускают ребенка в Англию, где ситуация с ковидом тоже сейчас не очень однозначная. Мы знаем, что где-то они немножко растерялись в силу разных причин. И нормальные родители всегда будут беспокоиться о своих детях. Дети здесь. И мне надо тратиться на проживание. Оно там безумное. Самая дорогая часть этого учебного бюджета образовательного, это когда родители должны платить за жилье. Мы делали дни открытых дверей, и один родитель спрашивает у меня, а вы гарантируете, что качество будет такое? Я говорю, мы не можем это не гарантировать, иначе бы нас не валидировали, иначе бы нас не включили в программы, которые на сайте Бристольского университета. То есть... А студенческие кредиты... Абсолютно покрывают, пожалуйста. То есть это такая хорошая возможность. Да, абсолютно. И поверьте мне, я небольшой сторонник кредитов, но я считаю, что две вещи, на которые можно брать кредит, это, конечно, здоровье, мы понимаем, что это человеческая жизнь, а второе – это образование. Да, ведь кто-то говорит, дорого, 7 тысяч евро. Я говорю, подождите, вы берёте в лизинг финансовую машину, вы платите 300 евро в месяц, вы платите за бензин. В принципе, это адекватно 7 тысяч. Но тут вы вкладываетесь в будущее своего ребёнка. И это не испортится, не разобьётся, и ничего не будет. Подождите, а вот опыт... Наверное, следующий вопрос мы уже не успеем задать. Напоминаем, что в гостях у нас, наши гости в личном утре сегодня, Ирина Яцкев, профессор, преподаватель, председатель правления Института транспорта и связи. Мы говорим о высшем образовании в Латвии. И продолжим через несколько минут после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем нашу программу «Личное утро» на радиоболткомове. И напоминаем, что гостья сегодня у нас Ирина Яцкев, профессор, преподаватель правления Института транспорта и связи и проректор по науке. И у нас очень интересный разговор о том, как наши вузы вообще начали учебный год или начнут буквально скоро. И поговорили о новинках. И очень хочется, Ирина, вас спросить про изменения, которые произошли в учебных процессах в связи с пандемией, с карантином. Спасибо за вопрос. Он важный для нас, потому что не секрет, что все волнуются за осень, не готовы ли все к осени. Однозначно готовы. И однозначно пандемия дала еще один пинок, как говорится, всем. Если раньше люди и многие, особенно старые закалки преподаватели, закрывали глаза на дистанционное образование, но онлайн обучение, то мир показал, что закрывать на это глаза нельзя, надо интегрироваться с этим, надо жить с этим. На самом деле институт давно и успешно преподает программы в дистанционных формах. У нас тоже три программы аккредитованные в дистанционной форме. То есть вас врасплох не застала пандемия? Врасплох не застали. За неделю, за неделю, 12 марта мы об этом узнали, за неделю мы перевели все наши лекции в онлайн-режим. Конечно, это огромная нагрузка для преподавателей, потому что преподаватель должен не только еще раз продумать свою лекцию и всю полностью ее перевести в презентацию и так далее, но еще он должен придумать вкусняшки посреди лекции, понимаете, чтобы все время держать в напряжении свою аудиторию, во внимании свою аудиторию, придумать какие-то новые подходы к проектам, к практическим занятиям. Для преподавателя это была двойная нагрузка, двойная нагрузка. Но благодаря этому многие, ну, просто жизнь заставила, стали делиться друг с другом опытом, стали искать какие-то инновации. А давайте я проведу семинар для всех преподавателей. Я вот нашла, как делать квизы очень быстро, интересно, и чтобы делать сразу это во время лекций. И вот это дорогого стоит, что, мне кажется, вот открылось это, вот, как говорят, еще одно полушарие, да, которое открыло дорогу инновациям. Поэтому мы абсолютно спокойны, если действительно, не дай бог, мы опять закроемся, да, я имею в виду научные формы обучения, мы тут же переходим на зау, у нас все к этому готово, и студенты готовы. А вот вообще, вузовское, высшее образование, в плане заочного вот этого, не заочного, а дистанционного, что ждет? Может быть, вообще все перейдут на это, и никаких очных не будет? Ну, вы знаете, прогнозы делать всегда сложно, хотя я преподаватель по статистике, да, вероятность, что они сбудутся всегда равна нулю. Да, но это так, это и полушутка, полуправда. Вы знаете, я думаю, что все уже поняли давно, что онлайн-образование будет, и оно будет качественное, и оно во многом уже качественное. Мы знаем парадокс американских вузов, парадокс и огромное преимущество, что они объединились, несколько вузов, они вложили огромные деньги в это и сделали шикарные порталы Курсера и все другое прочее, да. Значит, обязательно будет качественное онлайн-образование, очень-очень доступное. Спрашивается, а куда же уйдут преподаватели, куда уйдут профессора? Вы знаете, они никуда не уйдут, они тоже будут нужны, но их роль изменится. То есть и сегодня уже студент выбирает харизматического преподавателя, который за короткое время даст ему не только знания, но еще и мотивацию, зачем ему эти знания нужны, потому что информацию он найдет в интернете, в Ютубе. То есть личность, роль личности в образовании. Даст ему вот эту вот мотивацию, почему ему надо это изучать. Далее, очень ценят, когда преподаватель практически применяет это. То есть он подскажет те подводные камни при применении теории на практике, которые в лекции мы не всегда поймем. И, конечно, роль преподавателя во многом становится как роль персонального тренера. Кстати, это вообще будущие профессии. Персональный финансовый менеджер, консультант, персональный коучер и так далее. Персональный преподаватель где-то. Ведь что не хватает нашим детям, простите? Им не хватает личного отношения к ним. Нам некогда, мы бежим, мы все в информации, в гаджетах, в потоках, а им надо поговорить, им надо объяснить, почему вот это так. И профессор в ВУЗе тоже становится каким-то персональным коучером студента. Он его учит коммуницировать. Он его учит команде. Он его учит распределять обязанности. Он его учит и мотивирует. То есть вот такой, простите, может быть, мои коллеги не согласятся, но я вижу в профессоре будущего вот такого персонального помощника, студенту найти себя в этой жизни. А вот вы проректор по науке, и такой вопрос о науке и жизни к вам. Сейчас вот все признают, что цифровизация происходит, да? Кто-то боится этого процесса, да? Много страшилок появилось, кто-то приветствует, да, и говорит, что это вообще светлая перспектива. Вот искусственный интеллект, роботы. Ой, тоже можно говорить на эту тему бесконечно. Ну, давайте поговорим. Это очень важно. Потому что мы открыли два года назад программу робототехники, потому что у нас прекрасный центр робототехники, и мы приглашаем школьников в клуб робототехники. Приходят детки от 9 до 15 лет, и у них горят глаза, они хотят что-то делать руками, они развивают свою моторику, и это будущие, будущие лидеры нашей жизни, да? И робототехника, она есть, она рядом, она с нами спрашивается, а что это опять-таки изменит в нашей жизни? Да, вот что, как это изменит нашу жизнь? Вы знаете, я вспоминаю, два года назад я была приглашена на один очень такой уникальный семинар, который раз в год организует Америка и Европа, семинар по какой-то топовой теме в науке, в транспорте, да? И меня пригласили еще 24 ученых из Европы на семинар, посвященный будущему науке, именно транспортных исследований, когда мы с вами будем жить в мире без водителей, когда мы будем жить в мире беспилотных автомобилей, да, когда по нашим дорогам будут и автобусы, и частные автомобили ездить без водителей. По прогнозу, теоретически? Лет 10 назад говорили, что это случится в 25-м году, да. Понятно, что это не случится так быстро, потому что самый сложный период это транзишн-период, период переходный, когда будут... Но уже есть сейчас такие вещи. Конечно, есть. Ну, пример Елгава, уже у нас Елгава даже показывает такие примеры, да. Там можно поездить на мини-автобусе без водителя. Есть примеры. Голландия впереди всех, Швеция очень хорошо продвигается в этом направлении. В каком-то аэропорту еще. Общественный транспорт, да? Конечно, прежде всего общественный транспорт. Частному транспорту довольно трудно, потому что, еще раз, мы в потоке видим больше водителей, и тут важна вот эта вот коммуникация водителей с неводителями. Да, но это будущее, и от него никуда не деться. И мы долго обсуждали, как это повлияет на поведение людей, законодательство, что у нас для этого, как это повлияет на данные, потому что, на анализ данных, потому что вот эти автомобили, беспилотники, они требуют хороших технологий, 5G, и все, что с этим связано, а это тот самый нас GDPR, и все, что мы сейчас обсуждаем. И, вы знаете, я услышала от своих коллег из Америки очень интересную вещь. Во-первых, они были возмущены нашим законом GDPR, они сказали, какой кошмар, а как же вы работаете, ученые, вам же никто не дает данные. А что это за закон, если у двух слов? Ну, это закон о персональных данных. Да, вы понимаете, что сейчас очень трудно работать с компаниями, они боятся дать даже зашумленные данные для исследований, а чтобы ученый работал, ему надо опробовать где-то свои результаты, опробировать. И у них таких проблем нет в Америке. Ты приходишь к компании, говоришь, вот у меня есть алгоритм, я хочу там оптимально показать, как распределить конвейеры в порту. Или транспортный порток. Или дайте мне, пожалуйста, они, конечно, они убирают там кое-что, но у них нет проблем, еще раз, с такими прикладными исследованиями в этом отношении. И что еще интересное я услышала от них, у них все больше думают о таком, знаете, триедином рабочем дне человека. Я спросила, что это такое? Они говорят, ну, смотрите, у нас уже очень многие перешли на четырехдневную рабочую неделю. Почему? Потому что мы все знаем, что все меньше физического труда и все больше умственного труда. И на самом деле, чтобы человек умственно трудился, ему тоже надо, его уму надо отдыхать. И количество рабочих мест ограниченных, если мы заменяем все роботами, если мы автоматизируем, если мы дигитализируем и цифровизируем. А что делать человеку? У них очень стала развиваться такая концепция, что человек должен работать в трех местах. В одном месте он зарабатывает деньги на свою жизнь, на свою нормальную жизнь. Вторая работа – его хобби. Да, он там тоже сможет зарабатывать деньги, но это то, где он себя любит в том, что он делает. Идеально, конечно, чтобы первое и второе составляло. Конечно, конечно, но это не всегда по финансам может быть так. И третье – это волонтерское. Тут я не скажу, что я сторонник американских систем и так далее, но в этом они, конечно, преуспели. Волонтерство у них развитое. И вот третья работа – это твое волонтерство. У меня есть выпускник. Что-то для общества. Да, который работает, который гениальный программист, ученый. Он работает два раза в неделю на скорой помощи. Я говорю, Коль, почему? Он говорит, вы знаете, я после этого прихожу с ощущением, что я вообще что-то сделал. У меня нет ощущения, когда я программу написала или что-то. Она прекрасная, я ее продал шикарно. Но, говорит, у меня тут ощущение, что я что-то сделал для людей. И я после этого очень хорошо себя чувствую. И вы знаете, в этом что-то есть. В этом что-то есть. Да, это идеально, когда это совмещается. Врачи. Я преклоняю перед ним голову. Паларчивые. Педагоги тоже. Это теоретически такая, в общем-то, оптимальная модель. Но если мы опустимся с теоретического этажа на землю, и вот, скажем, возьмем ту же Латвию, здесь одну работу очень сложно найти. А чтобы без половины... Вы знаете, я хочу вам предложить все, кто ищет вторую работу. Мы очень любим преподавателей, которые работают в своей профессии. Это айтишники. Это те, кто работает в отрасли авиационной, транспортной. Приходите почитать лекции нашим студентам. Они так любят, когда приходят профессионалы. Мы вам не сможем заплатить, так как вам платит ваша айтишная компания, ваши авиационные компании. Но вы получите что-то большее. Вы получите светящиеся глаза наших студентов, которые дадут вам фидбэк к тому, что вы делаете. И, может быть, какую-то даже тему предложат вам очень интересную, о которой вы не знали. Жаль, что по литературе нельзя к вам прийти почитать что-нибудь. Я думаю, что что-то будет в ближайшее время. Мы начнем и искусство и литературу читать айтишников. Вот мы записываемся. А еще вот актуальный вопрос. Авиация. То есть сейчас, опять же, в связи с пандемией, перед авиацией действительно встал такой вызов, который труднопроходимый, он не пройден еще. Как вы, как специалист в этой области, что можно прогнозировать? Во-первых, студент приходит и учится 4 года, 5 лет. И, поверьте мне, ну там через 3-4 года мы вернемся и даже с преувеличением в этой отрасли, да, нехватка уже была специалистов в отрасли. И она продолжает быть, потому что идет смена поколений, потому что идет смена технологий, которые используют в авиации. И это только молодежь сможет легко освоить. Поэтому, начиная учиться сейчас, когда кажется, что авиационная отрасль переживает такую трудность и себя готовишь к тому, что ты будешь делать через 5 лет, она никуда не денется. Но может быть, как-то по-другому все будет устроено. Будет больше цифровизации, будет больше, очевидно, каких-то аспектов, связанных с эффективностью. Да, потому что надо подумать о том, какие полеты эффективны, какие нет. Понятно, что где-то не стоит летать на короткие расстояния. Вы больше тратите добраться до этого самолета времени и приехать из аэропорта. Совершенно. Потому что, ну, понятно, что скоростные поезда всегда будут соревноваться с этим. И это проблема политики, грамотно построить интеграцию между всеми, кто занимается транспортом, чтобы они не каждый думали, как мне развивать свое направление. Или как мне в своем направлении заработать. А как мне думали, как сделать вместе так, чтобы это было и удобно, и устойчиво в будущем. Ирина, вот меня очень волнует один вопрос. Я тут с молодым поколением, с юным поколением обсуждала. По поводу искусственного интеллекта. Вы как специалист, скажите. Потому что вот даже слышали, что есть уже комиссии международные, которые изучают права искусственного интеллекта. Как бы их права не ущемились в нашем мире. Что это вообще? Я сразу извиняюсь, я не специалист в искусственном интеллекте вообще. Но вы в прогнозах. Моя специальность – это я специалист по прикладной статистике. И больше по интеллектуально. Это все-таки немножко другое. Но я согласна с вами, что это вопрос, который обсуждается. И есть такой термин сегодня «человекомашинный интерфейс». Это надо читать студентам. Человекомашинный интерфейс. Как должны взаимодействовать между собой люди и роботы. И есть даже такое поколение роботов, которое называется «коботы». Их цель – коллаборативный робот. Робот, который не заменяет человека, а помогает человеку. Сотрудники с ума сойти. И вот время за этим. Ну и опять вспоминаю. То есть это коллега. Абсолютно. Выполняет то трудное, что человек лучше займется чем-то другим. И вы литератор, вы прекрасно знаете законы Айзека Азимова. Да. Да, не навреди. Не навреди. Но мы не знаем, будет ли это работать. Это очень важный момент. Это очень важный момент. И это, наверное, вот то, над чем надо думать больше, чем над тем, какой язык, извините, сохранить. Языки надо все сохранять. Они все наши богатства. А по поводу чипизации, что говорят в ваших научных кругах? Ну, вы понимаете, чипизация имеет всегда две стороны. Одна сторона приватности человека, а другая сторона заботы о человеке, его безопасности. Если мы говорим, что мы чипик в ошейник собачки для того, чтобы она не потерялась, то боль и слезы, когда мы видим, что потерялся ребенок. Может быть, с этой точки. Или пожилой человек, когда он болеет, эти ужасные болезни, Альцгеймер и так далее, он же тоже может потеряться. Да, ушел и забыл, куда пошел. Я считаю, что если это на пользу, то, конечно, да. Если это используется неправильно, то, конечно, нет. И тут разработка именно таких превентивных мер, которые не давали бы это использовать во вред. А вот как объединить это? То есть гуманность, с одной стороны, отношения к человеку. И вот технический прогресс, который, ну, вроде бы он прет вперед, и все. Вот это же тонкая грань очень. А вот тут как раз должны развиваться наши все образовательные программы так, чтобы в технических программах и наоборот, в программах, где даются soft skills, коммуникационные и так далее, было место друг к другу. Потому что только совместные команды ученых это могут сделать. А как можно гарантировать, чтобы там обязательно присутствовала гуманитарная составляющая? Нет, ну, смотрите. Во-первых, уже сегодня во многих проектах европейских, которые там работают на транспорте, там обязательно специалист, который занимается психологией или поведением путешественника. Это социальные науки. Потому что придумывать что-то, не понимая, как люди хотят перемещаться, это абсурдно, это экономически неэффективно. И вот так в любой технический предмет и программы надо вводить элементы soft skills. Это трудно, потому что сами ребята не всегда готовы. Я хочу быть программистом, мне нужна Java, и мне не надо ничего. Но вот тут нужна харизма преподавателя, который объяснит, почему, дорогой, тебе нужно не только это, но ты еще знать должен, что такое золотое сечение. Ты должен понимать палитру цветов, ты должен понимать, что плохо в разговоре, что хорошо, что плохо в твоей речи, в твоем письме, что хорошо. Какие слова тебе должен говорить приветственный робот, а какие нет. Ирина, скажите, а что, вот у нас программа к концу уже подходит, что лично вы цените, как самое главное в вашей работе? Вы же работаете с первого дня основания института, это сколько лет уже? Ой, я на Ломоносово один с 1977 года. Вот видите как. Знаете, почему я туда пришла? Почему? Родной. Да, я выбирала между еще одним университетом, не буду называть, чтобы не обидеть, и нашим, где я, РКИГА, закончилась. Я пришла, я посмотрела на преподавателей, я послушала несколько, там были подготовительные курсы по математике, да, я послушала преподавателей, я посмотрела на студентов, мне ужасно понравилось, что они все подтянуты, и что они какие-то все такие, знаете, с горящими глазами, что они все куда-то спешат, бегут, что там жизнь. Я сказала, только здесь, только здесь. Харизму выделят. Я думаю, любовь. Харизма – это тоже любовь к тому, что делаешь, правильно? И там действительно потрясающая студенческая жизнь. Да, да. И любовь однокурсников. Я думаю, что любовь к тому, что делаешь, учишься, преподаешь, создаешь, быт, потому что очень много зависит от людей, которые не видны, не только от преподавателей, кто работают в учебном отделе, в библиотеке. У нас были потрясающие библиотекари, я просто их имена всех помню, я им огромная благодарность, они нас приучали читать, искать книги правильные, да, то, что мы любим до сих пор. Поэтому, мне кажется, любовь сделает все. Я пожелаю, знаете, кому любви? Нашим политикам. Пожелаю любви к детям, о которых они должны думать, к своему народу, к учителям, к преподавателям. И сказать, что любое государство заселено тремя профессиями. Врач, учитель и полицейский. Да? Потому что тогда мы будем быть спокойны за своих детей, за своих родителей и за своих близких. Спасибо. И вот вы сейчас очень важную вещь, такую вот между строк, прям красной нитью прошло, что в любых науках, в любых политиках, в любых, ну, вообще во всем, что происходит, главное – это человек. Потому что во имя, чего мы это делаем, ради чего? Ради человека. Вот если мы это не будем забывать, у вас это очень хорошо так прозвучало. Спасибо вам. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Мы напоминаем, что сегодня мы говорили о проблемах даже вот не только высшего образования, но и вообще о больших общественных проблемах с Ириной Яцкиф. У нас еще пару минут остается. Вот у меня такой вопрос. То есть с этим онлайн-обучением вы нам рассказали про ваш прекрасный проект сотрудничества с британскими вузами. То есть получается, что наши студенты, которые придут в аудиторию здесь, в Риге, смогут слушать лекции и видеть преподавателя, который какой-нибудь британский профессор будет давать им... Абсолютно. Причем британцы, я сказала, вы так продвинулись в этом, обращаясь к нам, что мы тоже готовы у вас немножко поучиться, да, и они готовы читать лекции в дистанционном формате, и мы обязательно этим воспользуемся. Они, кстати, очень сильны, именно этот вуз в искусственном интеллекте. У них есть очень интересные предметы в области искусственного интеллекта, которые мы добавили в свою программу для ребят компьютерных наук. Это очень хорошая новость. Спасибо вам, потому что, в общем-то, все, что связано с пандемией, да, с этими вызовами, как правило, все говорят о проблемах и грустят, пригорюневшись, да, а вы, в общем-то, нам сегодня рассказали о таком примере преодоления и развития. Очень приятно, что у нас в стране вот происходят такие позитивные, хорошие вещи. Желаем вам удачи и мы еще не раз вас пригласим. Спасибо большое. На разные темы будем разговаривать. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.